Сегодня мы будем выполнять грыжесечение у мужчины при паховой грыже, при рецидивной паховой грыже, используя один доступ. Через несколько минут Елена Чазова, хирург Демидовской больницы, зайдет в операционную. При операции по грыжесечению через один прокол она лишь ассистировала на международных мастер-классах. Сегодня в оперблоке она главная и уже самостоятельно впервые новым способом удаляет грыжу. В область трубочного колеса установлен порт для единого доступа. Он таким образом выглядит. Туда отверстие по 10 мм, туда отверстие по 5 мм. Это рабочие каналы для инструментов и для камеры. После того, как специалисты установили порт в тело пациента, брюшную полость наполняют углекислым газом и начинают удалять грыжу. Операция, рассказывает Елена Чазова, займет примерно полтора часа. По этой же технологии проводят операции и на желчном пузыре. Самой частой операцией в отделении, в хирургическом отделении является операция по поводу желчнокаменной болезни, лапароскопическая холецистектомия. Это золотой стандарт. То есть, выполняется через три прокола 0,5-1 см. Удаляется желчный пузырь. И в настоящее время мы освоили новую технологию. Когда выполняется только один небольшой разрез через попочное кольцо, устанавливается специальный порт и все инструменты, в том числе видеокамера, вводятся через этот порт. Апробацию хирургического инструментария для проведения лапароскопических операций в Демидовской больнице тестируют уже не один месяц. По итогам примут решение о целесообразности приобретения оборудования. При положительном отзыве наших специалистов оборудование будет приобретено. Цена оборудования до миллиона рублей. Желчекаменная болезнь мучила женщину два года. Светлана Лопатина не могла решиться на операцию. Говорит, сама 15 лет проработала ветеринаром. И хоть ее больными были домашние животные, понимает, насколько травматично хирургическое вмешательство. Но малоинвазивная операция все меняет. Вы знаете, я даже удивилась, что такие косметические швы и очень мало разрезов. Два маленьких разрезика. Из отделения хирургии выписали Светлану спустя 4 дня после операции. И такого результата, говорят врачи, можно добиться только с использованием современных технологий. Подобные методики, малоинвазивные методики, малоинвазивные операции внедряются и в других отделениях хирургического профиля. Это урологическое отделение, гинекологическое отделение, челюстно-лицевая хирургия. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ.